итак всем привет дорогие друзья приветствую вас на нашем канале ту горы чем и давайте посмотрим что представляет из себя сайга спайка на пве режиме в игре варфейс вот это с ложкой припять ну и постреляем мы с нее по противнику по убиваем их по убиваем обычных ботов ну и это на самом деле мне многое дало понять об этом оружие изначально я играл на пвп и как бы не полное представление имела данным оружие именно по параметрам скорострельность стабилизация прицела точность прежде всего и прочие параметры но на пве поиграв я понял что порой это оружие является полным хламом но конечно же на средние там дистанции где-то тоже такое то есть вы вроде прицелились противника стреляете но патрон а не попадает по противнику опять-таки этот именно один патрон один слаг насколько я знаю это какой-то то ли пластика железно пластили бы из пластика либо из железа то есть что-то там в перемешку то есть типа этом то есть один здоровый патрон вот крупного калибра которые предназначены именно для дробовиков пытаемся здесь пробежать но великолепный варфейс нас как бы типа блочит перед нами появляются игроки союзники ему тупо не можем пробежать первое время с этой снайперки я не мог попасть то есть того снайперки с этого дробовика который стреляет слагами я тупо не мог попасть по противнику по ботам и это варфейс здесь как бы все работает немножко странно не так как в оптимизированных игр и не мышка порой типа вы не успеваете нормально навестись на противника то есть мышка работает очень неоднозначно опять-таки если мы сравниваем с более оптимизированными играми закончились патрона но давайте из пистолета постреляем он более точен у нас пистолет нежели этот дробовик перезаряжаемся ну на этот момент ребятки игры я еще не знал что пополнить патроны на данном дробовике фактически нереально то есть на момент записи видео так как ребята этих говнокодер смотрите программистам далее задание типа ребятки не должно быть такого что кстати вроде вы стреляете в противника но чё-то как-то сама стрельба какая-то неоднозначная вроде нажимает я вот нажимаю кнопку выстрела на что-то как-то на долго тупо происходят и вообще короче полная дичь творится в игре варфейс ну да ладно попасть почему-то с этого дробаша вот мега тупо короче ребятки смотрите то есть разрабам игры или кому ж там хаймзону великому и кому-то не понравилось то что патроны от снайперской винтовки а дробовик был сделал не изначальной снайперки типа патроны подходят в рудя в противник выстрел да видите а патрон просто тупо не попал разброс очень большой точно с плохая то есть патроны якобы подходят от дробовика снайпе то есть от снайперки к дробовику тоже самое типа это неправильно и ребятки сделали так что если вы подбираете снайперскую винтовку то вашему дробовику вот этому не пополняется патрон от снайперской винтовки хотя изначально и изначально за основу была взята взята именно снайперская винтовка и в итоге получился такой баг ребятки что если мы пытаемся пополнить медику патрона то есть если игроки будут пытаться пополнить мне патроны штурмовики то у меня не будут пополняться патрона то есть вот так вот они написали в программном коде типа исключения, если пользователи подбирают там, не знаю, снайперку или как-то. То есть, если у пользователя должны пополниться патроны, то они не пополняются. В результате, штурмовики не могут мне на сегодняшний, на момент записи видео, не могли пополнить патроны вообще на этой, на этом дробовике. То есть, я с первого не понимал, в чем дело, но потом понял. И, я не знаю, у меня плюс комп лагает, я не знаю, что происходит. Видимо, мне нужно недельки-две не играть в Warface, чтобы он у меня нормально шел. Иначе на сегодняшний момент, на момент записи, он меня тупо, короче, подлагивает. И бывает, я долго не играю с основы, я очень редко играю с основы, только иногда лишь захожу. Когда я захожу с основы, у меня все просто летает, парни. А вот здесь я на твинке, скажем таки, твин, который раскачан, в принципе, неплохо вкачан. Я на нем играю очень часто и как бы у меня здесь все тупо лагает. Вроде я стреляю так же по цели, по турельке стрелял, но не все патроны, ребятки, попадают именно в эту турельку, потому что очень плохая точность, ужасная точность. И на дальней дистанции тупо даже попасть по противнику очень-очень сложно. И думается мне, что, конечно же, этот дробовик не ваншотит на дальней дистанции противника в голову. То есть даже на средней, наверное, и дальней ваншота в голову с этого дробовика, ребятки, к сожалению, может не быть. И это очень-очень печально, то есть вроде нам дали дробовик, который стреляет одним патроном, но этот патрон так себе. То есть он лечит очень недалеко и его убойная сила очень-очень сильно теряется. И все это в игре Warface с учетом баланса данной игры и прочих-прочих нюансов. Хотя такое себе, короче, играть в эту игру порой очень-очень сложно. Вот. И она очень-очень непонятная. В том плане, что все оружие за Warbucks это по большому счету хламье. Все-таки хламье и оружие, которое в этой игре за донат, оно все-таки как бы имеет порой преимущество. То есть особенно некоторые там виды оружия, типа там та же беретка, да, которая на сегодняшний момент в тело распиливает неплохо. В дальнейшем ее заменят какой-нибудь другой штурмовой винтовкой. Вот. А беретка уже станет неактуальна. Ну и прочая карусель, в принципе, оно и понятно. То есть вот как-то так. Пытался я здесь, ребятки, стрелять и по головам, но точность у данного дробовика очень отвратительная. То есть там патрон летит на дальней дистанции куда угодно, но не в центре прицела. Закончились у меня вот здесь патрон на дробовике и в этот момент какой-то я пойму, что здесь я прошу патрону у штурмовика, он закидывает мне патроны, закидывает второй раз патроны, третий раз закидывает патроны и понял, что что-то не то. При этом патронов у меня нет. Я думаю, это баг игры, скорее всего. Типа просто патроны не закинулись. Еще раз прилетает мне ящик, по-моему, с патронами там. Но вот это Warface парня. То есть патронов ноли и первое время я не понимал, в чем причина. И поэтому там немножко агрился на штурмовиков, что-то они либо неправильно кидают как-то. Но на самом деле это просто криворукие программисты Warface, я не знаю, да, нашлепали какой-то там шляпень и патроны на данном дробовике пополните на тот момент, на момент выхода видеозаписи, то есть в тот момент, когда я играл в Warface, было нереально. То есть просто у вас заканчиваются патроны и на этом все. Пополните патроны, вам никто не сможет в принципе. И штурмовик здесь мне кидает, 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 кидает патроны, кидает, а у меня патронов нету. Он еще раз кидает. Я думал, бак у него ящики не кидаются, но он выкинул мне все ящики, ребят. Он все ящики мне откидал. Но патроны у меня не пополнились. Вот это игра. Лицо Warface там, я не знаю, лицо войны там, блин. Вот такая вот она игрулька. Ну, отстреливаю с пистолета, пытаюсь как-то попасть по противнику, который бегает туда-сюда. В дробовике у меня ноль, конечно же. Великолепный дробаш. Взял его на ПУЕ пострелять, а пострелять оказывается, что мне просто-напросто не с чего будет. То есть закончатся патроны, и пополнить мне их никто не сможет. Штурмовички молодцы, отстреливаются. Замечу, почему штурмовик сидит и отстреливается с пистолета. Вы, наверное, догадались. По той причине, что у него нет тупо патронов. Он все патроны отдал мне. И все патроны сожрал этот дробовик. Сайга Спайк. То есть Сайга Спайк сожрала все патроны, и их просто в ней нету. Я не знаю, я здесь менял модули. Думаю, может поменяем модули, появятся патроны. Конечно, это было глупо и идиотская затея. Немножко продамажили мы турельку тоже. Ну и, собственно говоря, все. Один только бот остался. Еще чувак кидает мне последний ящик, видимо, выкинул, но патроны не пополняются. И в этот момент я в чат голосовой поржал. Типа, ребята, я говорю, вот это Сайга, типа бесполезно кидать патроны, они не пополняются. Ну, вот такие вот говнопрограммисты. Вот, извините меня уже за оскорбление, но это мое личное мнение. Работает в игре War of Ace, которая создана через Sky Engine 3 из ДК. То есть, по идее, вот эти карты или прочее, то есть, за исключением сетевой составляющей, но любой человек может из вас создавать. Что-то подобное вы можете делать. И только на КТ, только на контрольной точке, слава богу, пополняются патроны в этом дробовике. Но мне не повезло, меня свалил снайпер, как бы, и я, грубо говоря, лежу, загораю и жду, пока пополнится у меня выносливость. И вот, к сожалению, я не успел дождаться, меня уничтожила турелька. То есть, буквально чуть-чуть осталось. Пришлось взять реслку, чекаю, дергаю гранату, и когда, ребята, остается одна четвертая часть, то есть, это 25% где-то до взрыва гранаты, я ее кидаю именно в этом месте. То есть, я подбегаю к блоку и жду, когда там одна четвертая часть останется, не половина, а одна четвертая, до взрыва гранаты. То есть, по таймеру гранату я кидаю эту гренку. Убили противника с... Ну, здесь я думал, еще дробовик типа более-менее, но вот чем больше я играл, тем больше понимал, что дробовик это полное хламье, как бы. И даже на ПВЕ, ну, скорострельность просто, ну, ужаснейшая. То есть, это просто... просто оружка такая. И на ПВЕ, наверное, все-таки брать бессмысленно. Стреляем вроде в тело, первый патрон полетел, вроде мы прицелились, но такое себе. Стреляем в голову в упоре, тоже в голову не попадаем. То есть, попасть из дробовика, который стреляет с лагом, ребят, да вы что? Нормально, это оружие реализовано, именно дробовики со слагом, ребятки, реализованы в игре Battle of L4. Опять уж, извините меня, но там все замечательно. Там попасть со слагов противника не составляет большого труда. Со слагами я, конечно, не особо там играл, как-то поигрывал, помню, но, в принципе, можно попробовать. И вещь, если умело попадать по противникам, она довольно-таки, я думаю, достойная. Вот, нежели в нашей игре Warface. И видите, да, то есть, я сейчас дернул мышку налево, включил прицеливание, но опять почему-то перевез, как бы, да, откинуло меня даже назад здесь. Вроде опять мы навелись на противника, нажали правую кнопку мышкой, нажали выстрел, но что-то не попадает. То есть, вот-вот так вот не попадает. Это очень кривая сайга, ну, как и весь вообще Warface здесь бывает. Порой мышка работает с задержкой, и, как бы, вроде вы пытаетесь навестись, пытаетесь попасть в противника, но вы что-то как-то вообще не попадаете. Вас просто тупо не едет, потому что у вас все в этой игре происходит с таймингами. С таймингами перемещается персонаж, то есть, таймингами начинает бежать там, и прочие-прочие нюансы. То есть, как-то так. Поэтому здесь все очень-очень странновато, и все замедления, которые, большинство замедлений, которые касаются перемещения персонажа в игре Warface, были сделаны с учетом плохого тикрейта, и отвратительного сетевого кода. Ну, это даже не особо помогает, то есть, наоборот, интерес у людей начал пропадать. То есть, когда замедлили скорость бега у игрока, то есть, интерес у людей к этой игре все меньше и меньше, потому что ты, ну, как бы, не можешь играть на пределе своей реакции. Ты играешь вроде в игру, вроде шутер, да, но этот шутер похож чем-то на стратегию, то есть, ты должен заранее предугадать, что противник может выпрыгнуть из-за угла, ты должен подождать, ориентируясь на звук его перемещения, и выпрыгнуть ранее из-за угла, дабы его подрезать, дабы он не успел вас увидеть, и его, типа, убить. Вот как-то так вот. То есть, вот, элементы стратегии в шутере появляются, с учетом всего, что все здесь очень-очень тупо медленно. И хочу опять заметить с утра, что на меня, у меня на монет, ну, грубо говоря, в игре сейчас кадр 80, там, да, 100, но игра идет так, как будто там порой кадр в 50-40, там даже, то есть, вот такое вот бывает. Решил, ну, и так как за медика я играю, то буду, ребятки, отстреливать по, по вот этому вражескому вертолету. С двух тычек мы, с трех убили противника на дальней дистанции, в принципе, сойдет, перезаряжаем, но я тут играю, прекрасно понимаю, что если патроны закончатся, то все на этом. Перелетает вертолет, я кричу, ребята, перетяг, я говорю, штурмовик, что ты делаешь, уходи оттуда, быстро перебегая тоже на дальнюю, ну, штурмовик взял грену и успел прибежать, благо, то есть, он выжил, как бы, и сумел так же попасть по турельке. Ребятки молодцы, в принципе, и бывает порой, то есть, я даже, когда на стриме играю, на втором канале, типа, со стримом, то бывает порой, что там даже ромбики лучше могут отыграть на седах, нежели игроки более больших званий. То есть, видите, я вроде нажал правую кнопку войти в прицел, нажал выстрел, но при этом нельзя одновременно нажать в этой игре прицел и одновременно выстрелить. Мы спередно должны нажать прицел, потом подождать и потом только выстрелить. Вот такова игра, такова сайга. Челики ради прикола кидают мне все патроны, они все ящики выкинули, но патроновый сайги не увеличивается, то есть, мы как бы играем с такой сайгой, у которой невозможно пополнить боезапас вообще, его пополнить нереально. Но на ПВП это такое себе дело, то есть, там патроны у вас и на КВ, там в любом случае патроны должно хватить, а вот на ПВЕ у вас патроны у медика заканчиваются и все, на этом, на этом, как говорится, сайга становится бесполезной, то есть, у него ноль патронов, и вы как бы бесполезны, только можете стрелять из пистолета и резать лечить своих союзников, то есть, как-то так, выполнять функции медика. Уничтожили мы троих противников, вот, продвигаемся далее, стреляя от бедра, то есть, иногда попадаем по противникам, все же от бедра, здесь пытался навестись, пытался я ребятки по головам пострелять, но что-то как-то вообще, в общем, с этой сайги, такое себе. Вот, перезаряжаем его очередной раз, добегаем, открываем дверечку, беру RPG, и сразу в голосовой чат командую, как бы, ребятам, но говорю, что я стреляю по правой турельке, я говорю, ребят, давайте, зажимайте, и делаю второй выстрел. Почему я, ребятки, только что прыгнул, потому что я нажал, типа, что персонаж встал, но он сразу не встает, и бывает, порой вы нажимаете встать, он встает только через какое-то время, потом вы нажимаете, вы уже успели нажать второй раз, то есть, вы два раза, типа, поражали прыжок, у вас только встал персонаж, и второй раз, уже ваш персонаж прыгает, понимаете, поскольку вы два раза нажали встать, персонажу дали приказание, но он долго очень вставал, поэтому он второй раз обязательно прыгнет. Берем турельку, стреляем, а точнее, берем граник, ребят, не только стреляем по турельке, снимаем защиту, к сожалению, промахиваю себя по ботам, вроде сколько играю, но здесь попасть по противнику очень сложно, ведь это Warface, и все в нем очень странное, чувствительность мышки, такая странная, непонятная, неадекватная, если сравниваем с такими оптимизированными играми, все-таки как батлуха, уже без обид, но это так, ребятки, и это не то, что вот желание как-то загнобить игру, ребятки, нет, желание, чтобы эту игру сделали все-таки, наверное, в каком-то отношении нормальной, и оптимизированной, и оптимизированной, ребят, и чтобы она у всех летала, и если честно, мое мнение, ребятки, чтобы у всех, вот даже у людей, которых более-менее там, и слабенькие компьютеры, и прочее, чтобы у всех игра шла одинаково, чтобы все летало, было оптимизировано, по таймингам все было одинаково, то есть не было такого, что если у вас какой-нибудь там, более мощный, дорогой процессор, с дорогой видя, хоть чтобы вы, типа, имели где-то, возможно, какое-то преимущество, при игре с противником, вот как-то так, потому что это все-таки может происходить в такой игре, как Warface, к сожалению, поскольку при разработке данной игры, большой упор делался именно на графическую составляющую, а не составляющую именно, как таковой, именно игры и игрового процесса, здесь упор, прежде всего, ребятки, идет по большей части, повторюсь, на графончик, именно при разработке этого движка, CryEngine 3, повторюсь и обозначу, что в этой игре PvE, в принципе, неплохой режим, и на PvE можно играть хоть как-то, даже с учетом того, что Сайга, Спайк, она такой себе, она запилена под PvP, то есть все оружие, которое, ребят, было в игре Warface с 2012 года, его абсолютно все пушки перезаточили, переделали под PvP режим, полностью, то есть под PvP режим было переделано абсолютно все, и ранее, как бы, как бы сказать, баланс в игре, наверное, было больше, и было интереснее играть, то есть можно было играть где-то и с варбаксами, против, там, типа более-менее можно было отыгрывать, вот, штурмовые винтовки были такие, то есть были исключения какие-то, но в дальнейшем все дело перепели, и сейчас даже на PvE заходить с каким-то оружием, типа Галил, например, или старая штурмовая винтовка, уже не Камильфо, то есть ранее, ребят, были ситуации, когда на PvE люди, которые умели стрелять, там, у которых хорошие девайсы, ну, типа неплохие девайсы, неплохая мышка, там, которые умели наводиться на голову противникам, на PvE люди заходили со старых варбаксовых штурмовых винтовок, пулеметов, и просто творили чудеса, попадали в голову противнику и прочее, там, творили, там, делали мозголомов, крушителей, было круто, потом же, в дальнейшем, оружие переделали, и причем, вывешивали такие списки, типа, мы улучшили там дамаг или скорострельность у таких-то штурмовых винтовок, то есть, все это под соусом, что они что-то там улучшили, они переделали, и в результате получилось так, что, как бы сказать, все вот это варбаксовое оружие, его полностью подделали под PvP-режим в данной игре, Warface, то есть, все переделали под PvP, а значит, ухудшили точность, ухудшили стабилизацию, стабилизацию, то есть, как бы, прицела, то есть, что значит, вы стреляете, вы быстро нажимаете правую кнопку, быстро нажимаете левую кнопку, то есть, входите в прицел, нажимаете быстро стрелять, и первые патроны у вас летят у оружия под названием хлам, куда угодно, только не в центр, то есть, там первые патроны летят вообще не в центре прицела, и это, конечно же, кали, даже при полном зажиме из оружия у вас разброс, То есть у вас патроны летят не в красную точку Раньше такого, ребят, не было И раньше даже оружие за варбаксы В умелых руках вы с него могли С палки на гибалки Там, я не знаю, с варбаксового хламья Который на ПВП не очень, но на ПВЕ Вы могли делать мозгачей и прочее Это было круто Сейчас дело обстоит не так Сейчас вам и на ПВЕ заставляют Крутить оружие Типа печенега и еще что-то подобное То есть как-то так Здесь я пытался ребятками немножко руководить Я кричал, помогите, подбегите, помогите его зарезать Но, к сожалению, никто ничего не успел Как бы сделать Ребята, ну, не особо как бы помогли мне Но, ребятки, смотрите, именно по тактике Если вы идете по тактике быстрого прохода Этих сэдов, то вы должны находиться Вы должны убивать только одного сэда То есть вы должны валить только одного сэда Очень быстро, то есть задача какая Очень быстро свалить этого сэда Вот который справа сэд Его надо было, по идее, в идеале очень быстро свалить И нужно находиться, ребятки А от него на расстоянии где-то в 3-4 метра Зачем расстояние в 3-4 метра Именно в тот момент, когда он будет падать То есть вы подходите на 3-4 метра И тупо стреляете в Сэда В ноги там, в бедра, да, я стреляю Вроде как и говорят, урон везде одинаковый Но все-таки я в бедра как-то зажимать привык И соответственно вы тупо валите Сэда Очень быстро Четвером или пятером там налетаете на него Пятером лучше налетаете С ножами все Мгновенно убиваете, мгновенно отбегаете От Сэда, перезаряжаетесь Там быстро лекаетесь Очень быстро, вот штурмовикам обычно нужно Перезарядиться только, да, вот именно Которые с штурмовыми винтовками Не с пулеметами, а штурмовыми винтовками Быстро перезаряжается там Что-то как-то, там инженер быстро перезарядился Возможно медик быстро перезарядились И сразу там буквально 2-3 секунды Ребятки, сразу выбегаете на 2-3 секунды И так же быстро его валите Все это делать нужно одновременно Расстояние должно быть от Сэда у вас где-то 4-5 метров Если вы толпой, толпой расстреливаете Сэда Именно расстреливаете все То есть все проходите на ближнюю дистанцию 4-5 метров и там 3-4-5 метров И просто тупо расстреливаете Сэда Мгновенно подбегаете, его режете все пятером И валите Вот так должно проходиться в идеале То чем занимаются ребята Это называется Боязливость, несыгранность И проще какие-то кемперские ситуации То есть типа челики боятся, прячутся там Стреляют в Сэда Вот если вы пятером стреляете в Сэда Одновременно на ближнюю дистанцию То есть 4-5 метров То есть 3-4-5 метров То Сэд сможет убить только одного То есть если даже 2 Сэда вышли То они убьют одного там максимума игрока То есть если вы стреляете все Вы поварите Сэда То есть он не успевает нанести дамаг Ребятки, то есть давайте вот так Если вы стреляете все в Сэды И находитесь близко от него То он не успеет убить даже одного Возможно игрока Потому что вы все вносите в него дамаг А у него дамага не хватает, чтобы быстро Убивать игроков А вот когда вы разбегаетесь все, как тараканы По одному игроку бегаете То, соответственно, седы распиливают Седы распиливают так вот И игроков именно по одному То есть, один на один против седы Вы как бы не сможете выйти и расстрелять его И завалить его как бы, да, именно в ноги стреляя То есть, тупо перестрелка у вас будет Один на один, и вы не сможете Так вот седу убить, вам надо двоем Или троем, как бы, да вот, соответственно толпой вы это быстро сделаете, ну я вот так вот очень нутно, короче, все это объяснил, ребятки, но я за то, что за быстрый проход, чтобы водить быстро чтобы не бояться, не прятаться вот как происходит сейчас, то есть чувак отстрелялся, убежал в результате штурмовик сейчас пропустил тот момент, когда сет упал на колени повторюсь, если бы создавал эту игру я, или там более умные ребятки то они бы добавили нормально добавили бы звук падения седа и этот звук срабатывал бы сразу то есть как только вы повалили седа вот вы, например, скилловый игрок вы остались один против седа вы стреляете в него вы его валите, но в этот момент вы как бы убегаете, потому что вы боитесь получить дамаг от этого седа, ведь это варфейс здесь отвратительная синхронизация и сед падает после того, как вы убежали за поворот, понимаете какая ситуация, сед например упал и вы этого не слышите, вы этого не слышите и это очень печально, то есть как бы вы это не слышите, вы можете это только увидеть есть звук падения седа но он очень слабый и он воспроизводится задержкой это очень неправильно, на мой взгляд то есть, ну вот как-то так то есть, здесь вроде игра вроде какая-то шляпа если бы быть честным, то я сделал так чтобы сед при падении сразу издавал какой-то внятный, понятный звук, чтобы игрок слышал издалека то, что сед упал как бы, да, и чтобы игрок начинал сразу выбегать и убивать этого седа здесь игрок СОУП1997 молодец в принципе, да, он завалил этого седа но он был коцан, он был на один удар как бы на два точнее удара и вот СОУП побежал хромого седа ударил два раза прикладом, причем бил прикладом не зная зачем вот и вышло это очень-очень странно вот как-то так в принципе, ребятки, я не знаю вот не надо путаться некоторые люди путаются вот таки она бывает тоже там я обычно что делаю я тупо жму четверку сразу четверку достаю нож и начинаю левым кликом левым кликом убивать седа то есть не правым кликом а именно левым кликом начинаю тыкать по седу и как бы его дамажить как бы и резать, убивать там я уже ребятам говорил много раз если что, в час чтобы они не пополняли мне поизапас потому что это типа бесполезно вот, хочу выцелить вот этого зеленого в голову но видите два выстрела, короче и не попадания то есть на расстоянии уже 8 метров это как бы этот дробовик он очень-очень косой очень кривой стреляю в тушку по этим зеленым но также урон так себе в голову видите, ваншота нет то есть множитель ребятки, смотрите у дробовиков много дробинок изначально было и дробовикам порезали урон при попадании в голову то есть Но, чтобы таких ситуаций не возникало, разработчики, они как бы, ну, вот эти игроделы игры Warface, они порезатели, множители попадания в голову из дробовиков. То есть, если из дробовика вы попадаете в голову, то множитель как бы режется, множитель дробинов. Ну, возможно, у доната он остается более-менее, но в основном, как бы, если игрок имеет фулл хп, если дистанция средняя, дальняя, и вы попадаете из дробовика в голову, то как бы вы можете не ваншотнуть игрока. Из варбаксового хламья, насколько я знаю, если даже в упор выстрелить противнику в голову из варбаксового оружия, из варбаксовых дробовиков в упор шмальнуть по противнику в голову, в упоре даже, по насколько я знаю, вроде как не будет ваншота, ваншота в голову, то есть вы вроде шмальнули в голову, все там 6 дробинок, я не знаю, 5-6 дробинок попали в противнику в голову, а он не помер. Вот такая вот ситуация у нас в игре Warface. Вот так вот здесь все прикольно реализовано. Ну, конечно, вполне, если вы с Максимом там башку долбаните в упоре, то вы противника шутите, потому что это Максим, это Donation, ребят, Corporation. Вот здесь мы убили зеленого этого челика в голову ваншотом, и здесь я вроде встал, но опять-таки, повторюсь, все производится в игре Warface. У меня жуткие лаги сейчас, картинка подлагивает, и управление игроком, оно как бы с огромной задержкой происходит, и убить кого-то очень сложно. У меня, ребятки, процессор гиперпен, частота 3,5 ГГц, ну, видеокарта более-менее 10,63 ГГц. Вот, а мне надо, наверное, какое-то время не играть, чтобы эта Warface игра более-менее у меня шла нормально. То есть обычно такие происходят, если я длительное время не играю, то все у меня более-менее. Скорострельность у дробовика Саги Спайк такой себе, как на PvP, в принципе, там на ближней дистанции нормальная дробаша, но вот на PvE это из-за низкой скорострельности, ребятки, это такое себе играть с этого дробаша. Так как штурмовики порой пополняли мне патроны, мне боезапас пытались пополнить, то они как бы потратили свои ящички, ребят. И из-за этого, из-за недосмотра вот этих разработчиков страдаем и мы, медики, которые играют со Спайком на PvE. И штурмовики, поскольку они тупо выкидывают патроны, они не понимают, почему не пополняются патроны у медика, думают, что это лаг, а в результате они просто стратят все свои ящики и остаются без патрон. Вот как-то так вот. Тоже штурмовик кинул мне патроны, но они у меня не пополнились. Вот эта игра Warface, 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 которую делают ребяточки, ребята в Украине, которые смело называют себя Crytek'ом, подразделение Crytek'а, но создают по факту вот такое вот какое-то хламье, какашку и рассказывают людям сказки о том, что они ведут вид от третьего лица, хотя это был полнейший ужас. Но вели бы, я чисто поржал бы, ребят. Вели бы, я бы поиграл, я бы поржал, я бы видосик запилил, какой ржачный этот спектатор мод был бы, да, здесь, вот от первого лица. Но такого удовольствия нам не предоставили, к сожалению, и лишь рассказывают сказки о том, что они перепишут сетевой код, хотя вот на протяжении 2012 года, ребята, этих статей о сетевом коде выходили десятки. 20, 30 статей, не знаю, ну, очень много, может быть, и 30 не было, но очень часто писали, что все будет супер замечательно, то есть с такими намеками. А, в принципе, то же самое, ребят, могу отметить, что некоторые люди привыкли верить, что все будет замечательно, что все будет великолепно и прочее, но на самом деле не так. лично мое убеждение, и все статьи, которые выходят на поддомене mile.ru, а заметьте, Warface имеет, наш русский Warface имеет локализацию типа домен основной, то есть как бы, да, официальный домен типа wf.mile.ru. и вот мое уж убеждение, все вот эти игрульки и все проекции, которые находятся под крышей или под колпаком, я бы сказал, под колпаком, наверное, более правильно, компания mile.ru, это полный трындец, поверьте. mile.ru всегда относились к своим клиентам как к быдлоте, как к таким глупым людям, к полному рогулью, грубо говоря, и поэтому как бы они могут все что угодно писать. вышла статья о том, что 64-битная статья, то есть Warface перенесут на 64-битку. сейчас, если вы запустите Warface, грубо говоря, свернете Warface, запустите диспетчер задачи, по крайней мере, на Windows 10 указано, что это 32-битные приложения. и вот они говорят, что вот у нас вылетает Warface, там, вот это такая вот проблема, если мы перейдем на 64-битную систему, то Warface будет вылетать меньше, то есть меньше будет вылетов Warface. все, это максимум. все остальное, что написано в этой статье, это просто вода. и, наверное, в каком-то плане оправдание то, что у людей, которые играли в Minecraft, то есть с каких-то там одноядерных процессоров и прочее, где Warface можно было кое-как запустить, у этих людей, то есть на процессорах, то есть есть процессоры, которые поддерживают 32-битную и 64-битную систему. сейчас новые процессоры, ну, все поддерживают 64-битную систему, а вот старые процессоры некоторые, они не поддерживали 64-битную систему и могли работать только на 32-битной системе. и вот эти люди, точнее, игроки и прочее, они просто не смогут запустить больше Warface вообще. то есть они не смогут запустить Warface, не смогут зайти даже на PvE и поиграть. это минусы, конечно же, вот, но таких людей где-то около 8% или что-то, но верить сайту, который находится под mail.ru, где редакторы от mail.ru там что-то катают, это такое себе удовольствие, я бы сказал. вот, они в течение 6 лет пишут нам о том, что сетевой код, они там что-то делают, там изменяют, но по факту игра как была говном, так и остается в плане сетевого кода. Ну, а PvP, почему развивается киберспорт, это просто люди на, как бы сказать, разработчики вот эти, как там, да, игры-делы вот эти, которые уже создали игру на готовом движке, то есть движок был готовый и прочее, они просто зарабатывают на на людях, которые хотят нагибать противника, которые желают принять участие на OpenCup, то есть они просто тупо на этих людях зарабатывают. Каким образом? То есть люди идут, крутят донат. То есть люди просто элементарно крутят донат, дабы играть на PvP, там, и прочее, прочее. То есть хотите вы нормально играть против, там, всяких людей, там, OpenCup и прочее, да, вы обязаны, как бы, ну, по большому счету, хорошо бы вам крутить донат, потому что понимаете, да, то есть если вам, если вы будете играть с Сашей Греем, который, как бы, ну, отдача так себе, если вы будете играть с какого-то Радона, у которого, ну, такое себе тоже, скажем таки, точность просто отвратительная у Радона, да, то вы, как бы, будете проигрывать, людям, которые играют элементарно с донатом. То есть если вы, ежели у вас есть, как у инженера есть, Скорпион, и который ваншотит в голову, если у вас за штурмовика яси беретка, например, или Фен Пау, да, то есть у которого все-таки отдача более такая нормальная, да, то есть по головам там стрелять можно, и за медика есть МАК-7, либо Винчестер, например, 1887, неплохой. Мне, благо, поезду его улыбить, ну, то есть посчастливилось его улыбить из коробок неудач в игре Warface, либо за, ну, плюс за снайпер вы имеете, а именно, господи, как уж, Тайр, да, то у вас все замечательно, вы как бы можете наравне, по крайней мере наравне играть, ну, не наравне, а пытаться конкурировать против сильных игроков, вот, а если вы там с варбаксовыми бегаете, с варбаксовым хламом с каким-то, то, ну, в принципе, можно пытаться играть, но это сложно будет вам. Вот, как-то так, и на этом, как бы, зарабатывают разработчики, поскольку человек заходит, его убивает с донейшен, он понимает, что нужно как-то перестреливать игроков, начинает крутить этот донейшен и, как бы, приносит деньги разрабам, вот, да, те довольные, как бы, ручки поджимают там и запиливают соревнования по панкапу и прочее, ведь там, ведь там все игроки, все игроки играют с донатом, объективно, потому что тупо донат лучше. Кто бы там вам сказки не рассказывал, бывает, люди в комментариях пишут, можно и с варбаксами играть, можно, да, но на панкапе все играют именно с донейшеном, с самым лучшим оружием, это именно донат, потому что там люди соревнуются за бабки, то есть, как бы, они играют именно, у них есть, скажем таки, некий приз, они все желают выиграть этот приз, мало кто выиграет, конечно же, там всего лишь некое количество людей получит хоть какие-то деньги, да, но при этом все абсолютно, как бы, на основных серверах, они, типа, крутят донейшен, чтобы иметь возможность с ним играть, с ним тренироваться и прочее, прочее. И понимаете, что, конечно же, разрабы в плюсе, то есть, малую долю какую-то от этого, от этих денег, задоначенных всеми игроками, они выносят, конечно же, на этот приставь, большую часть оставляет и себе, то есть, это идет чистый прибыль для них. Ну, это коммерческий проект, само собой понятно, но, опять-таки, ребятки, есть другие игры, тоже коммерческие проекты, но там все более-менее по-человечески. И человек, который живет в Европе, он умеет считать деньги, он не будет играть в Warface, в котором будет все продаваться за реальные бабки. То есть, если мы вспомним европейский опыт, как только в игру Warface добавили оружие за реальные деньги в коробках неудач, как я их называю, то, соответственно, европейские сервера все опустили. Ну, а на все нормально, есть такие челики, которым на все плевать, они выбили донат и пошли нагибать людей на пабликах. И это такая тема была очень, скажем таки, скажем, неоднозначная. Ведь ранее, на 2012-2013 году, на пабликах творилась полнейшая дичь, там продавались калики, юсасы. Юсас сейчас является полным хламом, потому что его многие люди как бы выбили. Ну, и, естественно, его как бы урезали где-то там, дальность порезали, урон порезали, возможно. И такое себе. А те же люди, которые выбили калики, они тоже калику, да, то есть снайперскую калику, они тоже как бы не у дел остались. Ее запретили на вот этих РМ 2.0, хотя когда-то на ней кучу бабок, просто огромное количество денег поимели. Те же вот эти разработчики, локализаторы, и Майл.ру там хапнули денег, и Хаймзон со своей командой, чтобы там он не говорил, как бы все люди поимели бабок с людей, а потом тупо запретили. То есть что хотят, в принципе, то и делают. Ну вот, а европейская часть, она тупо перестала играть в Warface, как бы, вот, и он там загнулся, кончателем или нет, не знаю, но людей там очень мало играет. Здесь мы дошли до Богомола, но, конечно же, мы не пройдем, не пройдем это место, и я просто-напросто занубил, короче, и, получается, слился. А у меня не было реально желания бегать с такой Тимой, и все-таки она слабенькая. Я крикнул медику, я говорю, не надо, не резайте по меня, не бегайте, играйте сами. Ну и игроки пытаются что-то сделать, но здесь инженер тоже достаточно опытный игрок. Вот, видите, у него и шлемак есть с этого, с пробки, либо с хардкора, вулкан, да, то есть вот этот шлемак с вулкана, то есть опытный игрок достаточно по-любому там проходил, и прочее, он тоже слился, ну, потому что не видят смысла люди, то есть это бегать, это долго очень, снизу, снизу, сейчас РПГ как бы облетело эту платформу и врезалось в эту платформу именно с нижней стороны, как бы, да, и очень ржачно это выглядело. Вот, остался один штурмовик, но СОУП, ну, он, конечно же, это место не пройдет, ДКТ он не дотащит, но, в принципе, мы свое взяли, мы получили максимальный опыт, который можно получить на данной карте. Мы потели, мы потратили время, 37 минут уже играем в эту катку, как бы, да, но опыт мы свой, в принципе, получим. Игрок тоже погиб, но у него тут, в принципе, не было шансов. Вот, и он, конечно, победил Седов, он молодец, но здесь он один уже ничего, конечно же, не сделает, но если бы мы все пятером бегали по теле, то есть мы зеленых буботов, я думаю, навряд ли смогли бы перестрелять. Вот, поскольку здесь важно уворачиваться от Седы, от Богомола, точнее, вовремя перемегать и прочее, прочее. Ну, как-то так, ребят, такая вот Сайга Спайк со своими багами, с непополняемыми патронами, и на ПВЕ это такое себе оружие. Поиграв на ПВЕ, я понял, это, ну, так себе, и на ПВЕ, в принципе, можно играть, но такое, в общем, на ПВЕ, это нисколько меня не порадовало. Всем на этом удачи, ребят, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok